Вторая ветка метрополитена все-таки может появиться в Екатеринбурге. С предложением о создании программы государственной поддержки строительства метро в регионах выступил Аркадий Чернецкий на заседании Совета Федерации. Как отметил сенатор, подземка сейчас является единственным способом решить транспортную проблему в крупных городах. Обидно, что в 90-е годы, когда с бюджетом было все очень плохо, деньги находили на поддержку из федерального бюджета, а сейчас в условиях профицитного бюджета, мы даже эту программу не хотим принять. Есть еще один момент. Многие региональные власти, они готовы активно включаться в эту проблему, но они должны чувствовать, что должно быть софинансирование со стороны федерального бюджета. Проблема дорогая, проблема долгоиграющая. О проблеме метростроя экс-мэр Екатеринбурга знает не понаслышке. Именно Аркадий Чернецкий стоял у истоков Свердловской подземки. Между тем, с открытия единственной ветки прошло почти три десятка лет. Построить вторую очередь метрополитена планировали к Универсиаде и 300-летнему юбилею Екатеринбурга. На устройство десятка станций необходимо 74 миллиарда рублей. Федеральный Метранс поставил под сомнение необходимость дальнейшего строительства, указывая на снижение пассажиропотока в Екатеринбургском метро. Накануне на заседании спикерсов Феда Валентина Матвиенко поддержала Свердловского сенатора и пообещала поддержку государства. И, конечно же, при всех приоритетных задачах нельзя исключать федеральную поддержку. Одни регионы со строительством метро не справятся. А если федеральный бюджет поддержит, тогда регионы будут напрягаться и более быстрыми темпами строить метро. Это и загрузка промышленности нашей, это и рабочие места, и, конечно, удобство для граждан. Причем разные проекты, не только подземное, надземное метро, но это самый скоростной, экологически чистый, самый правильный вид транспорта. Запишите, пожалуйста, в постановлении, возьмите этот вопрос на контроль.